Около 40 миллионов россиян страдают ожирением. Это каждый четвертый житель страны. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что это заболевание может запустить целый каскад других проблем со здоровьем. Среди них сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертония и многое другое. Глава Минздрава призвал врачей уделять внимание профилактике ожирения, а пациентов следовать медицинским рекомендациям. Почему проблема ожирения становится все более острой и не только в нашей стране? Будем разбираться с экспертами. Интересно ваше мнение. Как считаете, это мы так стресс заедаем или наоборот сильно расслабились из-за того, что появились рестораны быстрого питания, доставка продуктов и собственно готовой еды? Все можно заказать в один клик, не вставая с дивана, были бы деньги. Да, звоните, пишите, как обычно и звонки, и сообщения у нас бесплатные. Мы приглашаем в эфир Веру Карпову, кандидата социологических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Вера Михайловна, вот хочется понять корень проблемы, да, причину основную. Многие говорят сейчас о том, что, конечно же, много стресса, мы заедаем, поэтому полнеем и так далее. А иногда кажется, что действительно расслабились как-то. Ведь готовить стали меньше многие, в магазины стали ходить меньше многие. Как вы считаете, все-таки основная эта причина где лежит? Напрягаемся или расслабились? Я бы сказала ни то, ни другое. А может быть, ожирение из случаев, когда напрягаемся, из случаев, когда расслабились. Важно то, как мы относимся к своему здоровью в целом. Можно очень расслабленно сидеть на диване, но при этом в той же доставке заказывать исключительно, ну, условно, яблоки и заедать их брокколи. А можно активно бегать и при этом есть одни бургеры. То есть здесь нет прямой связи, я бы ее не фиксировал в первую очередь. А вот отношение к собственному здоровью и к собственной жизни, ее ценности и ценности здорового жизни, она, к сожалению, в нашем населении не очень велика. Есть такое исследование, Росстат проводит выборочные исследования о состоянии здоровья населения. И там есть показатель, приверженность здоровому образу жизни. Так вот, полная приверженность здоровому образу жизни распространена среди 7% мужчин и 11% женщин. По данным 2023 года. Всего лишь. Это обобщенный интегральный показатель. Там не только здоровое питание, там еще и курение, алкоголь, физическая активность. Но в целом, да, все факторы, которые потенциально могут ввести к ожирению в том числе, они их заводятся только меньше 10% населения России. А если немножко расширить и исключить не такие жесткие критерии, так называемую удовлетворительную приверженность здоровому образу жизни, это будет около 40% мужчин и 60% женщин. Если же говорить исключительно о питании, то здесь тоже очень грустный показатель. По данным 2023 года к здоровому питанию относились порядка 13% мужчин и 14% женщин. Это люди, которые думают о том, что они едят, и которые следят за своим питанием и потребляют в том числе достаточное количество овощей и фруктов. Поэтому здесь важно отношение человека к своему здоровью, к своей жизни, и это будет давлеющим фактором. Еще один момент, который стоит учитывать, это информированность. По данным того же исследования, свыше третьей населения вообще толком ничего не представляют о том, что такое здоровое питание. И, соответственно, независимо от того, какой у них образ жизни, быстрый или расслабленный, они будут есть то, что проще, вкуснее, быстрее достать, не задумываясь о том, какие последствия, в том числе и для здоровья, и для организма это может быть. Вера Михайловна, скажите, пожалуйста, а дети в статистике у нас как-то присутствуют? О том, что больше стало детей, кто подвержен этому заболеванию, кто уже такой человек? Это в некотором плане производное пищевого поведения семьи и пищевого поведения родителей. Те нормы и ценности, которые приняты в семье, они так или иначе транслируются детям и детьми перенимаются. Поэтому здесь мы можем идти от семьи, можем идти от родителей. В первую очередь информировать, тихо работать с ними. Потому что то, что будет приготовлено дома и будет поставлено на стул, то и будет есть, в общем-то, вся семья. Вот. И здесь сообщение хочется от некоторых телезрителей прочитать. Воронежская область детей с детства подсаживают на шаурму, на быструю еду. Девушки не умеют готовить, едят покупную еду, а потом у всех диабет и ожирение. Очень жалко молодое поколение. А когда оно сформировалось, можем вычислить? Это 90-е, когда первый Макдональдс открылся или когда? Или раньше началось? Когда мода на семейные совместные ужины и обеды ушла? Да, и появилась другая. Поесть на еду, на ходу? Понимаете, здесь всегда есть некоторая доля населения, которая будет предпринимать общие питы. Потому что, если вы вспомните, до еды в Макдональдсе существовали столовые. Даже была такая идея вводить массовое питание в столовых, чтобы убрать потребление пищи из семьи. Была даже такая политика, чтобы облегчить жизнь в семье. И в том числе можно было женщинам выходить раньше на работу и в большей степени предаваться трудовой деятельности. Но опять-таки, не важно, где мы едим. Важно, что мы едим с точки зрения ожирения. И важна, какая традиция в целом в семье. Потому что, если все бегают по Макдональдсам, и дети будут точно так же бегать по Макдональдсам. Если все ходят в какие-нибудь веганские рестораны, то будут ходить в веганские рестораны. Подождите, мне просто кажется, что не важно, где мы едим. Просто когда те же самые обеды готовились дома, это как правило что? Первое, а там как-никак супчик, борщ, там овощи все подряд нашинкованные. Это салатики какие-то, часто из того, что с дачи привезли. Это вряд ли гамбургер тот же. Его еще поди дома приготовь. Там другой рацион был, более здоровый. Поэтому где мы едим? Привычки, как мы едим? Медленно разговаривая, обсуждая, что произошло за день. Или быстро еще и под телевизор. Это все-таки имеет значение, мне кажется. Конечно. Конечно, культура питания тоже будет иметь значение. Я просто говорила к тому, что в теоретике, в случае, если питание не играет, то, что не играет для людей большой роли, то и дома можно питаться одной картошкой. А картошка эта не является здоровым питанием и также ведет к ожирению. Те же самые быстрые углеводы. Это, конечно, может быть более полезно, чем гамбургер на ежедневной основе. Но если питаться картошкой с макаронами, то, в общем, заедать вкусными домашними пирожками, то тоже можно получить ожирение. Это правда. Поэтому важна мысль, идея, ценность здорового питания. Да, спасибо большое. Потребление пищи, конечно, дома и в том же Макдональдсе условном. И в ресторане она будет отличаться. В ресторане мы будем есть медленно и размеренно. А может быть, даже отложим свой телефон в сторону ради общения с партнером. Может быть, да. Это вряд ли, да. Спасибо большое. Вера Карпова, кандидат социологических наук, была с нами на связи. Я на самом деле привык есть с телефоном. И я очень часто не наедаюсь. То есть я съедаю определенную порцию, но телефон лежит, и пока я листаю, я не воспринимаю, сколько я съел. Много, мало. Вкусно это было или не очень? Ну, вкусно, потому что сам готовлю. Я не люблю, лично я не люблю рестораны, поэтому кто будет приглашать куда-то, имейте в виду, не люблю. Не зовите. А мы зовем сейчас в эфир нового эксперта Николая Григорьев, член Совета гильдии маркетологов. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Николай Иванович, кто нас подсадил на фастфуд и быстрое питание? Нас никто не подсадил на фастфуд и быстрое питание. Быстрое питание или стритфуд, фастфуд, неважно. Существует тысячи лет. Существовало в Древнем Риме, существовало в Древнем Китае. И это один из форматов, как люди, в принципе, едят. Вполне себе нормальный, легальный, разрешенный. И поэтому почему бы и нет? Здесь вопрос состоит в другом. Коллега до этого говорила. Вопрос состоит в том, что вы едите, насколько осознанно вы к этому подходите. Если вы едите даже, быть может, не самую здоровую пищу, но какую-то очень вкусную, раз в две недели, уверяю вас, ничего с вами не случится. Скажем, шашлык на углях – это далеко не самая здоровая с точки зрения диетологов пища. Но так не надо его есть на завтрак, обед и ужин. Если вы пошли куда-то с детьми, они очень просят зайти в гамбургерную. И это происходит, опять же, там раз в две-три недели. А почему туда не сходить? Никто на этом здоровье не потеряет. Если вы завтракаете, обедаете и ужинаете гамбургерами, тогда вас, безусловно, ждут очень большие проблемы в самое ближайшее время. Николай Иванович, все-таки о взаимосвязи с рекламой и тем образом жизни, который она транслирует. Хочется поговорить. С одной стороны, в последнее время много говорят о том, что нужно вести правильный образ жизни, заниматься спортом. Чуть позже послушаем медицинские рекомендации, как составить правильный рацион питания. Государство активно этим занимается. С другой стороны, включаешь телевизор, и что ты там видишь? Молодая пара, которая перед телевизором смотрит сериал, ест пиццу и заказывает еду, доставку на дом, мол, давай еще одну пиццу закажем. Мы не видим там пару, которая бежит по лесу вместе, что-то там разговаривает. Ну или, по крайней мере, мы не видим того, что... Собирает грибы, чтобы их дома приготовить. Привозят, да, им картофельное пюре с котлеткой с правильно приготовленной. Там же вот такую еду, красивую. Да. Ну, во-первых, рекламируют прекрасные котлетки с пюре. Существуют такие виды, так сказать, и доставки пищи быстрого приготовления фактически уже готовой. Здесь нет проблем, понимаете? Вот вы говорите, мы не видим пару, бегущую по лесу. А вы не видите пару, где мужчина с плугом за конем осуществляет тяжелую работу целый день, а женщина не менее тяжелую работу осуществляет дома. Носит воду из колодца, значит, за коровой ухаживает, встает в 4 утра доить ее и так далее. Изменился образ жизни. Он изменился радикально. Изменили его на всякий случай не маркетологи. Вот маркетологи таким могуществом изменять образ жизни, и в том числе пищевое поведение, не обладают. Не надо им предавать каких-то таких вот совершенно инфернальных, божественных сил. Мы этого не можем. Существует определенная потребность у людей, участие людей причем, потому что есть люди, которые любят то, что называют slow food, медленную пищу. А есть люди, которым ситуативно, а может быть и более часто, нужно быстро поесть. У них есть там 15-20 минут. А им голодно, они хотят есть. Времени сидеть в ресторане, а иногда денег сидеть в ресторане, полтора часа у них нет. Ну, значит, эти люди должны что-то поесть. Выбор сейчас огромный. Уверяю вас, есть предприятия, которые предлагают готовую пищу. Ну, вполне себе такую, вот как вы вспоминали, бабушек и дедушек, там вам и пюре дадут, и котлетку паровую, и рыбку, и все, что хотите. Это вопрос выбора. Маркетологи, в свою очередь, вот они работают в каких компаниях? Кто-то работает в компании по продаже гамбургеров, а кто-то работает в компании, которая вот веганскую пищу предлагает. Значит, соответственно, они свою компанию, свои услуги и свои товары рекламируют. На эту тему существует у нас закон о рекламе. А в нем статья седьмая о ненадлежащей рекламе, недобросовестной рекламе, рекламе вводящих людей в заблуждение. Если вы, например, рекламируете не очень здоровую пищу, рассказывая всем, что люди от этого, значит, похудеют, будут жить сто лет, это есть основания для того, чтобы применять такой компанией санкции. Если эти люди просто говорят, что это калорийно, это быстро, это удобно и так далее, не утверждая, что вы продлеваете людям жизнь своим питанием, то надо предполагать, что покупатель наш вполне сам способен сделать свой выбор. Вот я просто очень часто слышу такие вот маркетологи, покупатели, как будто покупатель наш это какой-то умственно отсталый человек. На самом деле это не так, уверяю вас. У нас люди неплохо разбираются. Вот может они не диетологи, но, кстати, за время только моей жизни я как минимум три или четыре волны, ну не радикального, но очень сильного смены взглядов на то, что полезно, а что не полезно, пережил уже. Я очень хорошо помню, как рекомендовали не сливочное масло, а маргарин рекомендовали, холестерин считали, не знаю еще, что он бывает. Николай Иванович, вот вы говорили, что образ жизни поменялся, убыстрили людей или все-таки обленили? Какие люди стали, что вот приводят? Ну, изменили, понимаете, людей, ну, во-первых, сейчас, конечно же, мы живем на колоссальных скоростях, которых никто себе представить не мог, даже в 19 веке, не говоря там о более древних временах. Вот, а что касается обленения, ну, посмотрите, вот как раньше жила большая, так называемая, расширенная традиционная семья в аграрном обществе. Вот они все там жили большой кучей, когда там выходили замуж или женились дети, это все равно все было рядом. Там были огромные, конечно, всякие родни, дедушки, бабушки, трехпоколенческая семья, которая могла присмотреть за детьми, приготовить какие-то достаточно сложные блюда, не торопясь. Ну, то есть, как, они были простые, крестьяне, в общем, не имели возможности, слишком сложные, но готовились они, например, там, подтомились в печи часами. Ну, вот был такой образ жизни. Вы себе можете сейчас представить, что кто-то, ну, кроме очень богатых людей, у которых есть кухарки, так сказать, дома или повара, может себе позволить готовить что-то там три часа. Ну, чрезвычайно сложно, реально сложно. Много работают люди, нет времени на это, сил нет иногда. Многие люди покупают себе, скажем, большое количество полуфабрикат. Ну, представить себе, опять же, вот в таком идеальном классическом варианте полуфабрикат, ну, это уже что-то второго сорта, как бы, как бы, на самом деле тоже не совсем так. Но очень многие покупают полуфабрикаты. А что, вот полезно питаться, скажем, какими-то сосисками, купленными в магазине? Безусловно, нет, но зацеплюсь за вашу фразу, люди сейчас много работают. А для чего? Чтобы покупать квартиры, машины, новые телефоны, сумки? Почему? Потому что так здорово, говорят нам все, в том числе и вы, и ваши коллеги. Нет, вот смотрите, опять же, потребительское общество, которое возникло после общества массового производства, его ведь тоже не маркетологи придумали, да, вот конвейер придумал Генри Форд и стало много автомобилей. Там огромные фабрики, там по пошиву одежды придумали не маркетологи. Это экономическая определенная целесообразность, эффект масштаба. Возникла очень серьезная конкуренция. Мы же всегда говорим, конкуренция это хорошо или плохо? Все вроде хорошо, а конкуренция это когда всего много? Мы же когда-то решили, что 30 или 50 сортов сыра лучше, чем 2. Но вот если у вас 50 сортов сыра на полке, еще 50 сортов колбасы, вы что начинаете делать? Вы начинаете конкурировать и бороться за место на этой полке. Ну, чтобы вашу колбасу купили, или ваш сыр купили, или ваш сок купили. И тут приходите вы. И вот только тут, секундочку, приходят маркетологи. А вовсе не раньше, и не они это все придумали. Ну, то есть сейчас идет разговор такой, дорогие присяжные, мы лишь соучастники, да? Поэтому тяжесть обвинения нужно делить, соответственно. Я не слышал, чтобы эта деятельность была когда-то и кем-то объявлена преступной. Поэтому слово соучастники я отказываюсь при нём. Спасибо большое, Николай Григорьев, член Совета гильдии маркетологов. Ну, не знаю, как к этому относиться. Все-таки соучастники, участники. Давай послушаем звонок Нелли из Краснодарского края. Нелли, добрый день. Здравствуйте. Я вот смотрю вашу сейчас тему о том, что люди страдают ожирением. Отчего это происходит? Из-за того, что люди не умеют следить за количеством порции съеденной. А потом, когда хотят добавки, очень часто после этого испытывают чувство переедания. Первый момент. Второй момент. Рацион питания. Чем ниже калорийность продуктов, тем легче уменьшить свой вес. Я в своё время имела место факт, когда была дома, пекла много. А у нас потоп в Крымском районе был. Я перестала ходить по инстанциям, но ела так же. И вдруг осенью одевать гардероб. А на меня вещи никак не помещаюсь я в них. Что делать? Я давай искать, как похудеть. Капуста квашеная. Я хлеб перестала есть. И за месяц с 78 килограмм до 65 похудела. Ух ты, супер. Многие соседи видели, смотрели. Так сейчас я не меньше 55, но не больше 60. Нелли, спасибо вам за ваши рекомендации. Спасибо. Во всем виноват потоп, на самом деле. Интересный вывод, да. Давайте послушаем ещё Николай из Калуги. Здравствуй, Николай. Здравствуйте. Или здравствуйте. Здравствуйте. Лучше приходишь ко мне вечером, поужинал. Ну и после 8-9 начинаешь смотреть фильмы какие-нибудь или вообще телевизор. И идёт реклама, показывают работу, ну и прочую там вкусную пищу. И сразу... Рука тянется к холодильнику, да? Эти ноги ведут к холодильнику, да. Да, поняли вас. Спасибо, Николай. Спасибо, Николай. Подключаем к разговору ещё одного эксперта. Елена Соломатина, врач-диетолог, кандидат медицинских наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот несколько рецептов от телезрительницы уже получили. Порции поменьше. Квашная капуста. От хлеба отказаться. Как вы относитесь к таким рекомендациям? Мы всё-таки ждём профессиональных, конечно. Да нет, ну всё эти рекомендации, они замечательные. Мне сразу приходит на ум. Знаете, когда-то ехала, и вот на краю поля был такой прям вот билборд. Водитель увидел сорняк, уничтожь его. Нет, ну это, конечно, замечательно. Ну, водитель уничтожит один сорняк, а кто-то и два, и три. Но это не борьба с сорняками. Поэтому для того, чтобы понять проблему, в чём она, ну сначала это нужно её понять. То есть глобальность этой проблемы, это же не в нашей стране. Это сейчас наблюдается во всех развитых странах. Это будет расти абсолютно. Это как уже пандемия. И нужно понимать, почему это происходит. Да, действительно, если мы увидим масштаб и понимание, ну да, то изменить в одночасье это будет очень сложно. Никакой там квашеной капусты не поможет. Ну так, отдельные там, да, сорнячки. Вот. Но это встроено в единую глобальную систему. Но нужно просто понимать, что это слишком глобально. Что если мы к этому не подойдём, вообще как человечество, это над всеми конкуренциями. Ну это как, когда к индейцам привозили там стеклянные бусы и вместо нормальной еды, извините, бриллиантов, вместо нормальной еды давали стекляшки. Почему давали, да? То есть запретить это было нельзя. Воспитать кого индейцев, научить, так сказать, отделять зёрна от плевел, тут тоже. Поэтому тут нужно просто прийти к пониманию, что это эволюция. Значит, сейчас задействованы определённые эволюционные механизмы, которые есть у каждого животного. А человек, он, в общем, ну можно сказать, ну человек разумный. Елена Павловна, у нас буквально две минутки. Да, вы будете сомневаться в этом. Да, но тем не менее, да, база у него та же. Выработка тех же гормонов, ферментов и так далее. И поэтому на этом как бы научились играть. И если, ну сородичи, да, но это нужно понимать. И никто не придёт и не скажет, а какие плохие сородичи. Это всегда, это во всём животном мире. Просто раньше зубами, клыками, там ногтями и ногами. А сейчас это вот так. И это нормально, это будет всегда. Ну просто нужно понимать, что если мы это не поймём, выберем как динозавры. То есть если мы не приспособимся вот к этим реалиям. Потому что генетически никогда не было такого количества пищи. Для того, чтобы добыть пищу, надо было побегать. Пища никогда не была стимулятором выработки определённых... Нет, она была, иначе бы уже наши предки бы вымерли. Да, то есть пища это необходимость. И вот поймал эту пищу, и выработка определённых гормонов, ура, животному хорошо. Человек делает сейчас всё то же самое. Но только ещё к нему ещё действительно приплюсовались вот эти стереотипы. Нужна ипотека, машина и прочее. Потому что выработка допамина, да, которую ты там получил от того, что ты там догнал какого-нибудь мамонта и завалил, она сейчас переключилась на какие-то другие вещи. А вырабатывается кортизол. Если у соседа машина круче, а тебе завтра ипотеку платить. Да, спасибо, понервничал, поешь, да. Получается, по мнению экспертов, грядёт всемирное похолодание, и мы зажироваться решили. Ну, нужно понимать, конечно, что эти же гормоны радости, счастья, можно от другого получить, да. Можно в футбол поиграть тот же, вот после эфира, например. Или, например, до эфира сходить в спортзал с удовольствием. Нервов нет никаких. Пришёл, в больницу и улыбаешься. С морковкой, да, в виде перекуса. Ещё сельдерей есть. В общем, вот такие рецепты от Павла Панаева. И Тамары Шурниковой, естественно. Благодарим вас, дорогие телезрители, за участие в программе. Благодарим переводчиков жестового языка Викторию Букунову, Марию Зизину и Дарью Шарафаненко. И до встречи.